Всем привет! С вами снова Юлиан. И сегодня у нас распаковочка посылочек с Banggood. Много всякого разного там интересного. Так что решил сделать распаковочку на отдельные из товаров. Будут отдельные потом обзорчики. Так, ну давайте начнем с первой, с второй, с второй, с первой. Наверное с большой начнем. Пришло мне сегодня много посылочек. Думал начну с посылок с Banggood. Ага, порезал нечемно. И здесь у нас, во-первых, сначала видеопередатчик buscam 5.8 гигагерц для мелкого квадрика я взял. То есть поэтому будет скоро сборочка всего фпв оборудования. Так, передатчик себя зарекомендовал очень хорошо. Реально довольно-таки мощный. 600 милливатт. Единственное, что не на всех каналах 600 милливатт выдает. В среднем около 500 там и даже меньше. Ну, 600 милливатт, по-моему, если не ошибаюсь, выдает на 27-28 канале. Но об этом позже уже при сборке мелкого квадрика. Я то есть расскажу, какой канал помощнее, какой слабее. То есть вот такой приемничек, небольшой. Сам передатчик очень легенький. Всего лишь весят там, по-моему, 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 где мои весы. Так, вот они весы. Весит для своей мощности для 5.8 частоты всего лишь 19 грамм. Ну, с антенкой, клевером там будет 25 весить. То есть это очень хорошо, очень маленький вес, высокая мощность. Реально зарекомендовался бы очень хорошо. Но цена, конечно, как бы не сказал, что сильно дешево, но относительно недорого по соотношению с конкурентами. То есть, по-моему, цена если не ошибаюсь, 96 долларов самого передатчика. Ну, в принципе, нормально. Можно купить отдельно сам передатчик, может приемник. Но у меня приемник, а не был 5.8, поэтому купил комплект за 96 долларов. В комплект у нас еще идет, наверное, антенки, сосиски, которые, конечно, на этой частоте просто бесполезны. Надо, кстати, посмотреть. Правильно намедлено. Ну, да. В принципе, размеры правильные. Единственное, не могу понять, зачем составлять такие большие сосиски, если здесь антенка, вот, маленький, просто кусочек отгрызка. Достаточно здесь всего лишь сейчас, наверное, усадку посадить и вот такую маленькую антенку использовать. Ну, реально для частоты 5.8 диполи очень неэффективны, поэтому используют клевера. В комплекте у нас проводочек для питания, аудио-видео, еще один для питания и антенки. Так, установка его на мелкий квадрик увидите буквально-буквально в течение недели. Завтра буду записывать настройку коптер-контролла, а установка в ПВ-оборудование сделаю в воскресенье. Так что вот такой передатчик реально советую, многим проверим. Очень классно. Ссылочка на передатчик будет ниже, в принципе, на все посылочки будут ниже ссылки. Пока его в сторону. Здесь у нас, здесь у нас мониторчик. ПВ-монитор. Реально отличный за относительно невысокие деньги. 101 доллар. Без синего дисплея, конечно же, очень яркий. Именно сделан и рассчитан для ПВ. То есть, я решил себе взять нормальный мониторчик. Так как мой 8-дюймовый, ну реально уже не котируется. Реально у него очень слабенькие цвета. На солнце плохо видно. Кстати, где... Сейчас я покажу свой 8-дюймовый, на котором обычно летаю. Секундочку. Так, вот мой старый мониторчик. Сейчас мы его сравним. У меня 8-дюймовый был, но с очень слабой подсветки. Как бы на солнце очень плохо видно. Цвета слабенькие, то есть... Поэтому решил себе взять хороший мониторчик. Ну, относительно, конечно, хороший мониторчик, еще дорожество. Так, козырёчек у нас идет мягенький. На липучечке в комплекте. Блок питания. Единственное, без переходника нужен переходник. А может быть, здесь даже есть... Нет, не вижу переходника. Сейчас найду переходник. Инструкция. Ну, в принципе, все. Ну и липучечка, чтобы наклеить на сам, видимо, монитор, чтобы зацепить козырёчек. Вот такой мониторчик. Идет впв. С разрешением у нас, по-моему, 800 на 480 пикселей. То есть яркость 400-450 единиц. 12 вольт питания. То есть... Ну, посмотрим. На вид, конечно, поменьше, чем мой. Мой просто реально огромный. У меня это телевизор. Я когда-то собрал автомобильный для использования ППВ. То есть 8 дюймов. Сам дело здесь козырёк. Этот маленький, аккуратненько. Красиво сядет на пульт. Надо будет крепление купить. Или на сторочку, то есть... Ну, давайте мы проверим, включим. Посмотрим. Естественно, без синего экрана. Так что должно быть всё ок. Сейчас возьму переходничок. Так, вот переходничок. Сейчас включим. Проверим мониторчик. Как вам по яркости? Должен быть довольно-таки нормальный. Отзывы в нём хорошие. Мой товарик, кстати, брал точно такой же себе мониторчик. Именно с Banggood. Остался очень им доволен. Поэтому я смело его взял. Так, повар. Так, AV1. Новый сигнал. Так, почему-то есть синий дисплей. Клик его знает. Может потому что... Ну вот не знаю сейчас, что даже думать. Так, меню. Ага, повар. Может быть, меню надо отключить сначала синий дисплей. Так, так он включается. Скорее всего, надо что-то сначала подключить. Сейчас подключим с фотоаппарата видеозапись. Так. Видео. Аудио. Ага. Без подключения сигнала, короче, меню не включается даже. Так, PC. Меню. Вову. Так. Так, почему-то моргает, скорее всего, StatePal или NTS. Надо настроить сначала это всё дело. Так, оно. Меню. Так, где оно настраивается. Ага, NTSM надо было поставить, чтобы работало. Ну, по крайней мере, у меня с фотоаппарата видео вот такой есть. С передатчика посмотрим. Ну вот, показывает. Вроде нормально, по яркости тоже. Углы, кстати, довольно-таки хорошие обзора. Снизу понятно, что теряется. Но сверху неплохо, так видно. По бокам тоже. То есть, поэтому... В общем, ссылочка на монитор тоже будет ниже. Позже будет на него обзорчик. Проверю его на улице, как на улице. Реально с него видно. То есть, и потом скажу свои выводы. Ну, на первый взгляд, сделан неплохо. Маленький, легенький, удобный. Так, дальше приступим. Время не будем терять. Теперь он по сравнению с моим старым монитором. Он просто маленький, аккуратненький. Не то, что это здоровая дура. Так, ну что. Давайте вторую посылочку распаковываем. Там всякая мелочь. Много чего тоже есть. Кое-что интересное. Так, итак, начнем. Антенки 5,8. Стоимостью, по-моему, если не ошибаюсь, 11,80. Ну, короче, почти 12 долларов. Антенки. Красиво в коробочке. Больше ничего нет. Вот такие в коробочке идут. Маленькие, легенькие передачи. Прием. То есть, этот у нас на передачу. Можно вскрыть, посмотреть, чем отличается. На передачу идут клевера трехлепестковые. Да, вот три лепестка. Ну, сделаны. Сделаны вроде, вроде аккуратно сделаны. Посмотрим в дальнейшем, при дальнейшем использовании, как они себя покажут. По крайней мере, недорогие. Допустим, по сравнению с другими производителями. Ну, и вроде, так, средненькие. И вот, на прием у нас четырехлепестковые. Не, довольно-таки аккуратненько, реально сделано. Пайочка ровненькая. Вроде все ровненько, красивенько. Посмотрим, как будет работать. Потом сделаем испытание с передатчиком. И с приемником на коросте. А можно прикрутить, посмотреть, как они смотрятся. Так, на приемник. Надо было указать на приемник с ровненьким СМ-разъемом. На передатчик угловой. Там можно при покупке выбирать угловые СМ-разъемы или ровненькие. Ну, в принципе, можно согнуть. Он такие немаленькие, аккуратненькие. И на наш приемничек. Вот такая антенна. Будем у нас крепиться на коптере. Вот так. Торчать. Ну, прикольно. В общем, дальнейшие испытания покажут. Ну, вроде не жалуются на эти антенки. Так скажем, среди паршивости. Понятно, что он не идеальный. Не идеально будет настроен. Все-таки, я не думаю, что китайцы идеально каждую антенку подстраивают. Не думаю, что каждый раз попадаются реально хорошие антенки. Ну, думаю, средний результат на палате, как говорится, для этих антеннах. Ну, по крайней мере, сделано аккуратненько. Выглядит хорошо. И недорого. Все-таки 11 долларов. 11.80, по-моему, если не ошибаюсь. Так. Дальше что у нас? Здесь посылочки. Дальше, дальше. Ну, здесь минимум ОСД. Нужно будет для моей окты. Взял минимум ОСД у них. Такая вот зелененькая. Ну, обычно минимум ОСД. Что рассказывать. Видео по настройке минимум ОСД есть у меня на канале. Стоит на Бангуде 15 долларов. Что очень недорого. Даже 14.80, если не ошибаюсь. Ссылочки опять же будут ниже. Кому надо, берите. Так. Работают, по крайней мере, с Бангуду ОСДшкой нормально. Ни одна не летела у меня еще. Так. Теперь здесь у нас идет контроллер БК-подвесом. С прошивкой AlexMos. Версия 2.2. Очень компактный контроллер. Вот такой вот буквально маленький. Сделаю на этом контроллере подвес для Mobius. Очень компактный. Он даже у меня. Моторки уже лежат. Небольшие. Заказывал ранее для этого подвеса. Сам. Акселерометр. Датчик. И коробочка для него. Что-то коробочка какая-то странная. Ощущение, что он не закроется. А. Китайцы положили, получается, две верхние части. Должна быть, по идее, одна часть с выемкой, чтобы вставить туда платку. А другая вот такая. А не две одинаковые. Ну, в принципе, пофиг. Стоит здесь недорого. Стоит, 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 стоит. По-моему, я себе на бумажке писал. Контроллер. В 19.80 стоит контроллер. С прошивкой Alexmos. Это реально очень недорого. В комплекте идут пару проводов для самого диреча и для питания, походу проводок. Вот такой маленький компактный. Весит очень мало. трампу 5 грамм с вашей платкой так что так что так что кому надо берите там ссылка будет тоже ниже настройка по этому контроллеру наверно если будет интересно кому то сделать позже когда соберу подвес для мобиуса то есть сделаю у нас видео с настройкой этого подвесика что у нас еще интересного так но здесь у нас резиночки опять же для подвеса для этого мобиуса небольшие резиночки такие демпера но не буду их раскрывать что и так все видели все знают что такое так это это что у нас это по-моему у меня здесь должен быть еще в заказе один аккумулятор для мини коптера да аккумулятор пауэр пауэр вот такое bt695 идут запакованы уже кстати главное выбирал с хт-60 там при покупке и сунули t-образные придется перепадать ну да ладно у меня этим аккумулятор реально уже проверенные на коптерах летал он них довольно хорошо делают держу ток уже сезон отработали пока проблем не вижу с этими аккумуляторами и недорогие весит стоит всего 16 долларов как бы для такой емкости такой тока отдачи как бы недорого есть еще 35 с они стоят по моему 16 долларов но желательно брать все-таки сороковник для мини коптеров в китам токи бывают нифиговые в пике 4 моторчика жрут немало и вот такой вот сервотестер себе взял а то мой маленький сервотестер полетел еще полгода назад если никак купить стоит 7 долларов с экранчиком можно включить проверить в принципе включим вытащим какой-нибудь требует так 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 включаем так вот дисплеечки у нас показывает миллисекунды удобно штука при тестировании моторов на некий подключать приемников радиоуправления просто напрягает меня для тестирования то есть не очень полезная вещь дороже стоит чем обычный тестер на 3 доллара как бы кому жалко покупайте обычный маленький я взял себе с дисплеечком так есть еще одна посылочка кто пришла неделю назад распакую сейчас ее это у нас курсовая камера будет для моего мини коптера с сайта security 2000 разрешение 600 линий что очень нормально их вполне хватает для ппв с функцией vdr активного то есть против солнца нас не будет слепить для каждого отдельного пикселя получается электронная диафрагма то есть принципе на самом деле просто матрица разделена как бы на зоны и и каждая зона то есть отдельно регулирует светобаланс скажем так в комплекте у нас вот такой вот пультик и пультика кнопочки для настройки менюшки и сама камера сама камера вот такая вот камера это конечно лишнее можно обрезать просто для под разные размеры корпусов сделан то есть это откусим будет меньшего размера можно при покупке выбирать с разными линзами получается если выбрал линзу с фокусным расстоянием 2 и 1 можно выбрать 2 и 8 по стандарту идет 36 или 32 то есть я не советую потому что будет очень маленький угол обзора оптимально брать или 2 и 6 но там нет в наличии или 21 будет конечно большой рыбий глаз но будет довольно таки удобно летать между деревьями за счет большого угла и между препятствами то есть поэтому выбирается давай один скорее всего или 2 и 8 но реально с 2 и 8 будет меньше угол и при больших нахлонов квадрика то есть вы не будете видеть ничего вперед но с такой линз будет конечно рыбий глаз но что делать зато камера реально хорошая многими проверено то есть ссылочка будет на нее ниже когда буду собирать мини квадрик то есть расскажу о подключении и так далее на сегодня хватит распаковочек есть еще пару посылочек сделаем завтра послезавтра распаковочки тем более меня ждет еще много всяких видео по сборке настройки квадрика так ну что столько всяких вкусностей сегодня пришло мне кому что интересно будет под кому товару задавайте вопросы под видео или заходите в мою группу rc school models там может быть пообщаться на каждый товар по отдельности то есть увидимся в следующих видео пока